Витебск празднует День города. Областному центру 1042 года. А главным подарком стало открытие улицы Марка Шагала. Проезжая часть на несколько дней превратилась в холст для юных художников и сейчас напоминает скорее музей под открытым небом. Здание украсили граффити. Здесь самая большая концентрация на стенной живописи в Витебске. Протяженность новой улицы 500 метров. И самая главная ее достопримечательность – это здание, где в начале прошлого столетия располагалось Народное художественное училище. Шагал был первым директором. Строение чудом сохранилось и сейчас завершается его реконструкция. Под слоями штукатурки реставраторы обнаружили фрагменты живописи. Там может быть и кисть Шагала, и Малевича остались на этих стенах, поэтому они сохранены. Стас историком, придется подумать, поразгадать эти загадки, ребусы, чьи все-таки, чья кисть прикоснулась к этим стенам. Здесь очень много деталей на стенах остались, над которыми нужно поколдовать, подумать и определить, кто же их нанес и чья это работа. Здесь появилось первое художественное учебное заведение нашей страны. Это одно первое. Второе. Здесь работали самые выдающиеся художники своего времени, начала 20 века. Это Малевич, Лисицкий, Ермолаевы и другие. Фальк. Третье. Что здесь появился Унавис. То есть Унавис – это уникальная такая художественная партия, организация, которая совершила огромную революцию в общем-то в искусстве. В здании откроют Музей истории Народного художественного училища. А улицу Марка Шагала для удобства витебчан и туристов решено сделать пешеходной. Еще один подарок городу – это памятник Александру Невскому. Полководца увековечили в бронзе вместе с семьей. Витеби. Продолжение следует.